Уважаемые друзья, здравствуйте! Мы продолжаем цикл интервью со спикерами международной конференции «Воспитание и обучение детей вашего возраста». Напоминаю, что в этом году конференция пройдет с 10 по 12 декабря, и впервые она пройдет полностью в онлайн-формате. Сегодня у нас в гостях Мария Моисеевна Миркис. Она выступит модератором, руководителем и, конечно, докладчиком секции «Стори-теллинг частного дошкольного образования». Мария Моисеевна, здравствуйте! Здравствуйте, Инесса, рада видеть! Друзья, я рада рассказать вам немного подробнее о Марии Моисеевне. Она кандидат философских наук, федеральный эксперт в сфере дошкольного образования, эксперт школы «Нооген», создатель и главный коуч-вдохновитель школы «Диджитал Миркис». Мария Моисеевна, в программе конференции вы проведете секцию «Стори-теллинг частного дошкольного образования». Насколько я понимаю, это впервые такая полновесная секция, целиком посвященная частному дошкольному образованию, пройдет в рамках конференции. Расскажите, что же ждет гостей? Смотрите, у частного образования есть своя специфика. Но эта специфика интересна и не частному образованию. Смотрите, в чем суть. Родитель каждый месяц принимает решение, платит деньги или не платит, или к бабушке ребенка отправить. Это означает, что он раз в месяц как минимум оценивает сделанное. А для того, чтобы оценивать, нужно замечать результаты, нужно замечать что-то ценное, иначе решение не примешь. И поэтому хорошие участники, хорошие, должны научиться так показывать результаты родителю, чтобы он мог регулярно принимать решения. А для этого мы должны быть очень, у меня есть такой термин, выпуклыми. Мы должны быть ясными, мы должны быть внятными, выпуклыми. Нас должно быть видно и слышно. Родители должны понимать, что мы делаем, а не просто говорить, а ему понравилось. Ну, скажите, пожалуйста, ведь сейчас частное дошкольное образование порой очень, оно менее про образование и больше про сервис. Этот вопрос волнует многих родителей, я сама как родитель могу сказать, что этот вопрос волнует и меня. Ведь частные дошкольные образовательные организации иногда это очень красивый детский сад, где хорошо кормят. Однако он не соответствует стандарту, если выразиться языком дошкольной педагогики. Будет ли на секции освещаться этот вопрос именно содержания дошкольного образования и практической пользы для ребенка в будущем, не только прекрасного дизайна, интерьера и отличного питания? Инесса, вы меня сильно расстроили, потому что то, что вы сказали, меня невероятно, ну, меня не расставит, а бесит. Смотрите, к нам придут только те детские сады, которые считают, что ключевое, что должно происходить с ребенком, это становление субъектности, это произвольность, это любознательность и так далее. Мы про сервис вообще говорить не будем. К сожалению, есть такая... А кто выступит и какие темы будут представлены в докладах? Что вообще за формат такой стори-теллинг? Как он, это слово очень популярное, модное, однако не совсем ясно, как это реализуется в программе научно-практической конференции. Смотрите, поскольку мы вынуждены внятно разговаривать с родителями про результаты, еще и добиваться, чтобы родитель видел результат, вот как раз не сервис, а результаты, мы должны использовать особые форматы, в этом, кстати, тоже пойдет речь. Так вот, один из великолепных форматов, который приводит к тому, что родитель ценит содержание и результаты, а не как-то позолоченные двери, это стори-теллинг. Мы его любим использовать, мы профессионалы в этом, мы рассказываем истории с родителями, мы учим родителям рассказывать истории. На наш взгляд, это один из мощнейших форматов добиваться, чтобы и педагоги, и родители замечали результаты. Я позвала великолепных спикеров и очень разных. Значит, я расскажу о том, что замечают и ценят родители, мы проводим аудиты, мы прямо расспрашиваем их. Я могу рассказывать о том, какова закономерность, вот что они замечают, что они не замечают. Кстати, муниципалам это тоже интересно, им же тоже хочется нормально сработать с родителями. Просто мы в более обрискованной ситуации, поэтому вынуждены больше понимать про родителей. Острее чувствуются, я думаю, те же самые проблемы. Конечно, вот, кстати, господа муниципалы, эта секция не только для частников. Просто у нас в частном образовании все это острее проявляется. Поэтому, если вы хотите узнать, что ценят родители, что нет, приходите к нам. Если вам важно достукиваться до родителей, чтобы они делали что-то согласованное с вами, приходите к нам. Просто у нас это острее. А темы те же самые на самом деле. Спасибо большое, Мария Моисеевна. Я не рассказала про спикеров еще всех. Да, конечно. Расскажите, пожалуйста, ну хотя бы коротко о том, какие доклады и кто именно представит. Мы немножечко перечислим, а с остальным, я думаю, наши участники смогут ознакомиться в программе. Смотрите, инновационно-образовательный центр земляний. Будут обсуждать мультисреду. В связи с переходом в онлайн у ребенка сложилась мультисреда. Детский сад, домашняя среда и иногда еще Zoom. Очень интересная новенькая такая находка. Дальше. Сергей Медведчиков, специалист по работе с папами. Мы, участники, вынуждены работать с папами, потому что, как правило, они платят деньги. Но господа муниципалов, кто тоже хочет с мужчинами работать, тоже приходите. Сергей умеет это делать. Татьяна Костенко расскажет про ключевой результат, это субъектность. На мой взгляд, именно за это надо платить и обращаться к частным детским садам. Конечно, ради важнейшего образовательного результата. И сеть семейных центров УНКО, это Красноярск, расскажет о весенних двух месяцах, когда они были вынуждены в экстремальной ситуации поддерживать родителей, педагогов, детей во всем этом большом неразберихе. И, кстати, еще важная специфика нашей секции у нас Красноярск, Томск, Москва и Новосибирск. У нас вся Россия. Отлично, широкая география участников. Мария Моисеевна, большое вам спасибо. Коллеги, я рада пригласить вас в зал номер 3 11 декабря на секцию Марии Моисеевны Мирки, с которой пройдет с 12.30 до 14.30 и будет посвящена частному дошкольному образованию. У вас осталось буквально несколько дней для того, чтобы подать свои доклады и участвовать в конференции в качестве докладчика. А регистрацию для всех слушателей и участников мы будем вести до 10 декабря, вплоть до начала мероприятия. Мария Моисеевна, спасибо вам. Коллеги, друзья, до встречи на конференции. Ждем вас. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok